Всем доброе утро! Второй день марафона выполнен. Приняла душ, вымыла волосы, готовлю вкусный завтрак. И будем собираться. У меня сегодня маникюр. Так что завтрак покажу обязательно. Завтрак готов. Снова в лаваше рыбка с творожным сыром, зелень, огурчики и остались у нас кусочки и картошечки поджарила вместе с яйцом. Всем приятного аппетита и хорошего рабочего дня! Все, я собралась. Соня, пока есть свет, делает уроки. Сегодня все были занятия, кроме физики. Наверное, не знаю, что думает, но, скорее всего, по здоровью, наверное, с учительницей что-то. Она глубоко пожилой человек, скорее всего, потому что электричество в Турецке есть сейчас. Но задание она задает. Пока справляемся. Жду Леши. Леша сейчас соберется и поедем в район Нау. Там Наташа сделает мне маникюр. Иду и чувствую все мышцы в теле. Особенно ноги и ягодицы. Это трэш. Ощущения, конечно, классные. Но походка меняется. Идешь, как будто ты рабокоп. И самое неприятное это садиться, присаживаться, вставать. Ну, ничего, это 3-4 дня, потом все будет плерно. Сегодня солнышко светит, но ветерок, конечно, холодный. Хорошая погода все равно. Идем на остановку. Прошел ровно час и маникюр красивый готов. Выбрали вот такой розовый нежный и чуть-чуть блесочки для настроения. Класс! Спасибо, Наташа. Ну что, зарядили аккумулятор, слава Богу. Машина завелась. Значит, еще походит. Мы уже дома. Снова у нас был дополнительный фитнес на 14 этаж. Свет выключили с 3 до 7 часов вечера. Сварила кофе и открыли вот этот сыр, который с итальянскими травами. Очень вкусный, кстати, сырочек. Будем пить кофе. В 7 часов включили электричество и мы сходили в ЭТБ, немножко скупились. Взяла сметану, творог. Творожный сырок. Акция сейчас. 39 гривен. Фету взяла. Для стерилизованных котов корм по акции тоже. Оливковое масло. Бананы для Сони. Молоко для Сони. И две свеклы. Сейчас буду готовить вкусный салат вместе с вами. Для начала нужно свеклу хорошо помыть. Будем ее запекать. Я сейчас все расскажу. Буряк я вымыла хорошо. Немножко обсушила. Духовку включила на 190 градусов. Берем фольгу и заворачиваем свеклу в фольгу. Там в комментариях были споры по поводу того, как называть этот овощ. Так вот, корнеплод, так вот, неважно, как его называть. Его можно называть и буряк, и бурак, и свекла. От этого ничего не меняется. Все зависит от того, где вы проживаете. А фамилия буряк украинская. Поэтому и у нас чаще всего этот корнеплод и называют буряк. Так что не надо спорить. Завернули и отправляем в духовку запекаться ровно час. А кто тут такой сладенький? Кто тут такой сладенький? Валяется? Кто? Тут фиксик, да? Мой хороший. Фиксик, ты балдеешь, да? Тебе тепленько так хорошо. А где мышка твоя? Где мышка? Где мышку потерял? Фиксик, где же мышка твоя? Где? Ой, мышка где? Ой, где мышка? А где его мышка, Соня? У тебя? Нет. Где мышка? Не пую. Это не мышка, это курица. А тебе и курица пойдет. Ой, какой злой пост. Ой, тебе и курица пойдет, да? Та-ра-та-ра-та-та. Та-ра-та-ра. Отдай. Отдай мне. Ой, отдай мне. Ой, отдай. Не отдашь? Ой, страшный зверь. Боже, все тебя боятся. Все зрители тебя боятся. Вот так. Не подходи к нему. Вот так. Своё не отдам. Тянет. Так тянет. Вот так вот. Вот так вот. Молодец. Молодец. Охранник. Да. Никто не пройдет мимо Фиксика. Ни одна муха не пролетит. Да, скажи? Ни один прусачок не пробежит. Молодец. Да? Вот какой молодец. Красавчик. Алиска спит смешно. Алиса. Алиса. Один глаз прикрыла, а другим подсматриваешь, да? Алиска. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Ого, челок. У тебя лысочки, да? Моя девочка. Алиска. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. А где ты Мерси потеряла? М? Как это ты без Мерси? С Деннисом. Попками. Пригрелись, да? Алисочка. Зеленоглазка. Вот что вы тут делаете, молодой, красивый? Работаем. Работаете? Кучка у вас тут только. Зачистка. Рабочая обстановка. Зачисточка. Провода делаешь? Шануры? Угу. Тут уже готовые, красивые. Тяжелые они. И обмотка красивая. Это термоусадка, да? Угу. Я уже слова такие знаю. Надо бухту тебе купить сразу и все. Такими шнурами можно подключать и ноутбук, и музыкальные какие-то центры. Все, что хотите. Тут есть 3.5, человек заказал, а с другой стороны два Ирса. Это у Смитрии подключаешь, где выход включать, плеер там может какой-то. А это чисто межблочник. Буряк остыл, я его почистила и начинаем готовить салат. Что для него потребуется? 600 грамм свеклы, 100 грамм сыра фета, немножко петрушки, 1 зубчик чеснока, 1 чайная ложка сахара, пол чайной ложки соли, я вместе перемешала. 4 столовых ложки оливкового масла, 4 столовых ложки лимонного сока и черный перец. Я вам напишу ингредиенты на экране. У меня получается буряка 800 грамм и чуть-чуть сыра фета я добавлю больше, грамм 150. Все остальное буду делать заправку, как написано в рецепте. Начинаем. Нарезаем свеклу кубиком. Я буду не слишком мелким и не слишком большим, средним кубиком. Внутри еще немножко горячая, конечно, но резать можно. чуть крупнее, чем на винегрет. и сыр фета тоже такими же кубиками, чтобы это было красиво. где-то сантиметр на сантиметр. Жидкость сливаем. Ой, девочки, гулять так гулять. Положим весь сыр. Так, отправляем сыр к свекле. Измельчаем петрушку. Она мне немножко подвяла, но ничего. Дома практически всегда была свежая петрушка. У нас и лук, и укроп с дачи. Тут такого нет. Осталось сделать заправку. Ароматно. Осталось сделать заправку. Ароматно. Аккуратно перемешиваем. Ой, как аппетитно выглядит. Салатик готов. Ну, уже по традиции я всегда пробую, что готовлю. и говорю свое мнение. Ммм. Ммм. Это очень вкусно. Сладкий буряк. Салатик. 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 Таким, лимончиком. Ммм. Ммм. Бомба. Обязательно готовьте такой салат. Вкусно, полезно. Я в интернете еще видела вариации этого салата с добавлением грецкого ореха. Но мне захотелось на легкого салата, поэтому я орехи не добавляла. А вы уже смотрите на свой вкус, на свое усмотрение. И всем приятного аппетита! Ужин готов. Макароны, курочка и салатик. Всем приятного аппетита! Я буду только слад. И чай потом еще. Ситуация в Торецке. Очень неплохая связь. Электричество есть. Сегодня очень шумно на окраинах города. Все районы пишут, что слышно очень громко. Но в сам город ничего, слава богу, не летит. Это уже хорошо. Но окраины, конечно, страдают. Мы очень хорошо поужинали, очень вкусно. Салат понравился. Буду садиться за монтирование влога. Купаться и отдыхать. Всем вам желаю спокойной ночи, мирного неба, хороших новостей. Берегите до удовольствия. Пока-пока!